Я с детства почитал закон. Казалось, что путеводитель он, но потомок я же Авраама, звучало для меня как мана. И по учению фарисеев, тот не Самой, тот не еврей, в Писании закон один, наш Бог один лишь Господин. Он землю, небо сотворил, людей под небом разместил, народ избрал себе служить, чтобы по закону его жить. Закону с детства нас учили своей, чтобы жизни не грешили. Грех человека с Богом разделяет, Бог грешный люд не принимает. Я чтил закон, я фарисей, я Богом избранный еврей. Общался с теми, кто закон любил и по Писанию только жил. Поверил в то, что я безгрешен, по-настоящему успешен. Закон я в сердце очень чтил и правильно казалось жил. Все время за людьми смотрел. Увидеть грех я в них хотел, они же неправильнее живут, раз сердце наш закон не чтут. В законе, помню, говорили, за грех людей камнями били. Ох, любил я эти разговоры, цитаты приводил из Торы. Все, кто грешат, враги закона, судьба для них уже готова. Прощения нет, закон гласит. Пусть камень в грешника летит. Я с этим рос, я с этим жил, и камень я всегда носил. Закон мне надо исполнять, и камни я готов кидать. Так пролетали день за днем, казалось, правильно живем. А людей делили на своих. Да, на своих и на чужих. Чужие те, кто грех любили, по нашим правилам не жили. Конца не видно в этой битве. Искал ответы я в молитве. Ну как людей мне изменить? Я не могу же всех любить. И грешников нельзя прощать, камнями надо побивать. Закон был во главе угла. Так в злобе жизнь моя текла. Ну кто меня поставил мстить? Как стало трудно с этим жить? В Израиле пророк явился. От Иоанна он крестился, народ за ним ходил толпой. Я думал, кто это такой? Тогда, увы, не знал ответа. Пророк ведь был из Назарета. А что прийти оттуда может? С ответом кто-то мне поможет. Водил он дружбу с рыбаками. Общался так же с мытарями. И в дом к ним даже заходил. Не, по закону он не жил. Ну разве он пришел от Бога? Людей не судит очень строго. В руках он камня не носил. За грех так никого и не побил. Его нам надо повстречать и по закону испытать. Нам нужно было подтверждение его учения заблуждения. Но однажды мы к нему пришли и женщину с собой вели. В грехе измену ее и взяли. А про мужчину промолчали. Толпа неистово кричала, в руках булыжники кричала, держала. Хотела всем быстрее сюда. Вот потому пришли сюда. В моей руке был камень острый. Я же судья. Я уже взрослый. Нельзя закон наш нарушать. За все придется отвечать. Когда по городу мы шли и женщину с собой вели, казалось, город весь собрался сюда, над грешницей заждался. Мы же в правоте не сомневались. С грехом ведь искренне сражались. Иисуса, помню, мы нашли и к нему в флотную подошли. Пророк сидел, к земле склонился. Да, сказала, что Иисус молился. Он что-то на земле писал. Ну и толком не разобрал. На нас он даже не смотрел, склонивши над землей, сидел. Ну так и есть, закон не чтит. Ну почему Иисус молчит? Он что, закона не читал? Сам Моисей нам заказал, чтобы грешниц побивать камнями, а не прощать ее словами. Хотел я первый камень бросить. И если кто-то меня спросит, я этим даже бы гордился, что за нее не заступился. Иисус молчал, не отвечал. Потом вдруг тихо так сказал. Кто без греха, пусть камень бросит. Раз ваш закон такое просит. Иисус сказал, замолчал и снова на земле писал. От его слов я встрепенулся, как будто ото сна проснулся. Его слова прошлись ножом. Пред ним стоял я обнажен. Одним лишь словом осудил. Как же неправильно я жил. Всем стало стыдно за себя. Мы жили в мире, не любя. Народ ушел, а я остался. Душовец сильно там терзался. Та женщина глаза не поднимала. Она еще не понимала, что ей дарована свобода. Нет озлобленного народа. И вдруг Иисус заговорил и женщину благословил. Где судьи, женщина твои? Ну вокруг себя ты посмотри. Никто тебя не осуждает. Тебя сам Бог даже прощает. Иди. Не делай греха больше. И проживешь намного дольше. Я слушал этот разговор, а в сердце думал, это вздор. А он сказал, еще сказал, ее прощает и дальше с миром отпускает. Как может он грехи прощать, без наказания отпускать? Ну как понять, принять все это и как посмотрит Бог на это? Смотрел он в сторону мою. А я как истукан стою. В его глазах любовь светилась. В моей душе что-то случилось. Понять Иисуса очень сложно. И по закону невозможно. Я понял. Он и есть закон. Пройти я должен. Рубико. Иисус ушел. А я остался. Ни с кем там больше не общался. Смотрел на камни при дороге. И думал много я о Боге. Хотели женщину убить, чтобы позор с народа смыть. Иисуса даже искушали. Закон, казалось, исполняли. Ну кто же нас поставил мстить? Ну как можно без любви прожить? Вопрос себе я этот задавал. И долго на него не отвечал. В руках каменья, вот наш суд. Всю жизнь так многие живут. Любить, простить нет не для нас. Закон любви. Что, не для нас? А Иисус одним лишь словом нам возвестил о жизни новой. Ведь если Бог людей простил, Он хочет, чтобы ты так жил. Я прямо там решил склониться, на этом месте помолиться, где женщину Иисус простил и к новой жизни отпустил. В душе прошел переворот. Иисус действительно был тот, который словом жизнь меняет и грех уже не вспоминает. Одним лишь словом жизнь Он спас, избавил от убийства нас. Любовь толпу остановила. И суд любовство совершило. Что это было? Думал я, все завершилось без суда. Любовь покрылась согрешением. И женщины дано прощение. Я на дорогу бросил взгляд. А в сердце был так сильно рад, что камни не пришлось кидать. Они должны в земле лежать. Лежали камни на дороге. А я все думаю о Боге. Ведь только Он готов простить. И беззаветно всех любить. Как хорошо, что встретился Христос. Ответил Он на мой вопрос. Мы не должны людей судить. Мы их должны сильнее любить. В себя вникайте постоянно. А служите людям без обмана. Вникать в себя, значит, меняться. И на грешный путь не возвращаться. Виктория Б�� Продолжение следует...